вот сегодня у нас по-моему 30 октября 31 31 31 ну да 31 вчера значит 30 было ну вот мы неделю назад как приехали в субботу из потеряевки ты никита работал помогал там у Ольги их попросили освободить помещение библиотеку у нее тут перевозить ломали и все ты трудом доволен 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 на тебя жалоб там не было не было Володя как нормально нормально но ты как-то же когда потеряевки были мы с тобой разговаривали что тебе скажу тебя говорится мимо и уходит я поставил задачу развить тебе память у меня свой способ развития памяти это через обязанности какие-то обязанности не забыть вот как ребенку говорят чашки помыть там магазин сбегать ну ты вот задержался в развитии пятилетнего ребенка до 26 лет я ставлю задачу почти невыполнимую потому что впереди препятствия для памяти главное враги вторглись главный враг это блудная жизнь ничто так не поражает память и теперь я узнал есть другое про твою жизнь я не знаю а вот компьютерные игры и ты не четыре года оказывается больше занимался четыре тоже ты мертвы годы он полностью пожирает мозги человек жизни не приспособлен нормально мыслишь как только что-то деловое делать у тебя все вот так переворачивается никак ну и наркотики она у тебя значит переплелось а спаялась а вместе это все и мозги как кирпич сделались я стал тебе давать какие-то простые маленькие обязанности чтоб ты помнил ты их забываешь тут же я говорю записывай и не в одном экземпляре в кармане держим по утрам читай днем несколько раз открывай чтобы у тебя в мозгах начало отпечатываться разговор был такой так почитай какие у тебя были обязанности где-то на я сказал напиши печатаем буквами ты начал писать какой-то там бумажка печатными на крепкой твердой бумаги бумагу дал тебе все и ты начал писать по громче говорю чтобы я слышал и тут приехали барнаул ты ни разу не спросил потому что обстановка изменилась и то что ты там должен был делать здесь другая обстановка то мы были там на кухне кухня и больше ничего нету помещение живем в другом это отдельно келье такая где там где-то у нас сколько квадратов на 10 у нее или 12 например это кухня вся и там какие-то обязанности у тебя были что-то ты его не выполнял я перри и начал но и в конце концов как будто утряслось и неделя прошла и ты что-то из этого выполняешь или нет или понял что обстановка другая место другое ничего этого не надо какое твое мнение почему-то за неделю ни разу не подошел не спросил там надо делать а тут этого нету как мне быть теперь с этим ты почему ни разу не подошел за неделю 7 дней 7 ночей я это помню жду неделя исполнится тогда я начну разговаривать похоже что ты и завтра бы не спросил не послезавтра и вообще эта бумажка где тебя уже не нужно так нужно ну нужно почему ты ни разу не подошел ты пришел здесь хоть один раз я считал как приехали нет я тебя за тебя могу отвечать я знаю что нет а раз нет значит ничего тебе этого уже не надо было то есть легкомысленно ты мой труд просто спихнул а уже было что-то изменения какие-то тебя были я не скрываю тебе говорю это хотя бы там и сколько всего пунктов там было 16 15 пунктов 15 это 15 еще я тебе 15 ямочек уже там будет давай вопрос ты только отвечай не молчи иначе я за тебя буду отвечать почему-то за неделю ни разу не подошел не спросил как быть с этим с продолжением наших занятий по увеличению памяти у тебя или не увеличение чтобы бог дал память и там увеличивает то ничего пустота в голове что-то я помню там про святую воду я помню там некоторые вещи ну на стол за садимся святая вода только и всего да из 15 одно правило ты но за котами я тут научился закрывать их вместо то ладно давай по порядку почему ты я повторяю одно и тоже почему ты ни разу за неделю не подошел не спросил как подкорректировать эту эти записи на чем мы трудились то если там надо делать это шарика выводить а здесь шарика собаки нету я что-то должен делать это или записать другое еще что-то 15 правил которые ты бы все время муссировал трес и наконец-то тебя бы ты стал тебя одно дело другое до этого ты ничего не ты как сквозняк пролетаешь и тебя нигде нету совершенно я тебе говорил ты никуда не годен единственное куда только в папы и тебя сразу же высчитали на украине в папы туда приехал и нашелся тут один человек донин сергей сразу в семинаре не хватает не добор и у тебя уже туда то есть он видит какой ты есть он понял так памяти нету ничем не к не заняты и тебя ничто не касается то есть совершенно обеспечен и безразличие то есть там и настоящий священник видит израненного прошел мимо в притче христа и он это правильно понял это такая когорта которая ничем не интересуется это 99 и девять десятых процента такие они я уж не говоря другом пока вопрос тоже почему не подошел за неделю ни разу не спросил ожидал же переезд свой со дня на день вот я уже вещи собрал два раза уже недель это прошла неделя твоя неделя я помню в данной ситуации я как учитель для тебя ты как ученик и ты ни разу не сказал думаешь неделя прошла но неделя та которая стирала в памяти у тебя то что уже было немножко пунктирщиком намечено то почему за всю неделю ты ни разу не подошел не спросил что тебе делать как корректировать теперь это в барнауле ответить не знаешь что нужно а я тебе отвечу беспечность безразличие к самому себе больше тут ничего нету это как-то сойдет дядька от меня этот отстанет но и опять тоже самый никита который приехал сюда с украины из борисполя все на этом восстановилась но я с этим не согласен ты снова хочешь быть тем же кем был или что ну знаешь как шариков профессор спрашивает еще хочешь снова по помойкам ходить и он в ответ ему что говорит а может пищу там добывал это другое вот я с тобой разговариваю на этом уровне сегодня я знаю как там адунин это духоносный муж он считает духа носный а я не духа носа но у меня своя практика у него ни к практике ничего нету одно только пустобрешие пустословие они подыскиваются и подыскиваются я прочитаем сегодня их ролики которые сейчас у меня ворует и гадит на в на этих я ему разъясню что он делает он не понимает и поэтому тебе надо к нему ехать хоть сегодня поезжай я тебя не держу но только этого тебе он не даст ни одной заповеди и не не ни одного поручения давай по порядку считать я не хочу и ты должен начать снова все это делать и ты скажешь желаешь делать или не желаешь при том делать с любовью желанием а не то что я тебя даванул тиран тут тоталитарный секретарь или что-то первое шарика приводить собаку в лагерь на время завтрака и отводить обратно тебя не трудно было я сказал бегать бегом можно засидеться там ты пробежал молодой человек туда и сюда тебе это не в тягость было нет здесь ты этого не можешь делать но мы договорились когда ты приезжаешь неделю живешь у сергея у сергея если тебе понравится там остаешься потому что ты знаешь какие у нас были с тобой неурядицы вместе я сказал мне тяжело как этому барменталью он говорит ты уж не уходи никуда возьми я замучился с этим полиграфом полиграфовичем то вот у меня такая же ситуация сложилась сергей согласился принято приехали обстановка изменилась срочно нужна была помощь ольга кричит ее вы там здание перекупили за 7 что ли миллионов это где она арендовала с библиотекой она сейчас на библиотеку держит все круши отломают я правильно понял да уже все и вы работали там целую неделю почти я не знаю какой день вы пришли туда в какой наверно ну сколько вы дней там были не за собой 4 были но были начнут считают а тут у тебя не рабочих сегодня уже то есть может быть даже 4-5 дней так у тебя какие-то нарекания есть что ты там работала тебе не копейки ведь никто не заплатит за это у нее нету 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 с тобой когда приехали рассчитался но да володя с тобой рассчитался да то есть где мог а я где могу только детские какие-то попадали грошики я не могу ничего больше дать ничего вот теперь вам она работу там нашла 600 рублей в день как будто бы нет нет а те отказались от вас за там полно рабочих уже ну вот и все так первая шарика ты едешь сергея у него две собаки может быть даже больше ты сразу же спроси как ты можешь помочь ему утром выводить собак ему надо выводить с одной легче чем несколько собак и ты не спрашиваешь даже ты может туда поедешь завтра завтра новые начинаются неделя это мы еще посмотрим как но тебе главное сейчас найти работу прямо ну на государственной работе быть мы не пензенские затворники ты лишь как приучился это кто тебя научил так заплаты делать вы научили я научил то есть ты мне подражаешь я в заплатах и ты такой же вот такой то у меня и будешь и уродивый здесь другим ты не можешь дальше с шариком договорились у сергея ты перехватываешь эту инициативу ему это понравится надеюсь понравится понятно что любишь горит меня любимую собаку это поговорка говорится второе термос каждое утро заливать кипятком освободи его полностью прежде какие вопросы то ну это ребенок знает и этого не знаешь я каждое утро тебя спрашивал залил хотя тут рядом-то залить володя может но тебе нужна хоть какая-то обязанность чтобы ты помнил что это должен делать ты здесь заливаешь нет нет уже это вышелкнуто все почему володя ты ее не читал ты уже отбросил значит ты не с любовью принял а я драгоценнейшее время которое у меня вообще нету 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 потому что я занят и второе что мне уже семьдесят седьмой год идет мне не этим заниматься но я тобой занимаюсь раз ты приехал не дудин же будет тебя учить этому то ему это ты говорится вот со своей паства не разберется мы видим как папы здесь руку дал поцеловать свечку купил все уходи до следующей встречи они не вообще не занимаются и кем и об этом говорит не кто-то патриарх кирилл и тогда он меньше священники не движут он горит но вы сами подойдите прихожане скажите батюшка ну как-то бы встретиться вместе чаек попить там это может быть по 4 может не добавил он вместе вот ответ какой дальше это делать должен подметать мыть пол это было подметать мыть пол так тебе это трудно нет ты хоть раз подмел приехал здесь нет нет все то есть и это ты выбросил а это делаю я вот если не делаешь что это делаю я за тобой я следующее не так что я приказу ничего не делаю я подбираю соринки дальше ты спросил вот здесь вот у нас как-то ковер вроде бы а как что делать ну и за рта теплой водой сбрызгиваем а потом щеткой и выметаем на щетка вот туда половичок убрать из-под ног покажи какой там у нас кругленький как у епископа орлец вот тут кошки и туда все это выметать но я нашел такой способ когда вот это маленько убрать весь ковер мы вытащить не можем вот посмотрел у нас как у нас на ковре стоит всякий пол полки все это стоит ее нельзя вытащить никак но однажды я его вытащат поднимать говорится домкратить потом вытащить тут стоит на нем стол компьютер абсолютно невозможно и вытащить поэтому приходится хоть маленькая вы я беру метлу метла такая какая-то капроновая там или что она сделана то и это уже когда маленько увлажняет коверта и тогда выметать то что там она глубже забирает и больше выметается этого мусора а так ходим делать что-то беленькое попадается каждый день надо убирать будешь это делать буду будешь потому что ты ходишь дальше и интересно я вот на корабле был на корабле там вообще пыли ниоткуда нету но все время пыль откуда до из нас сыпется песок потому что мы и прах и пыль прям настоящая пыль вот когда спортсмены бегут и везде учат дышать носом есть один вид спорта где может дышать ртом где пловцы когда у них рот все время раскрыты перед самой водой и там пыли мало и он рот раскрывает и машет там голову опять под воду опять только хватанул воздуха и опять и все время там пыль и непонятно откуда пыль которая в одежде мы привезли или куда вот он сидит красавец ну и дальше будешь значит будем будешь я тебе покажу как это делается гальян каждое утро проверять мордушки так мордушки проверять ты не можешь тут рядом овь но ты бы спросил вот это правило не правило как сказать обязанность или как назови как угодно для памяти крючок такой но здесь нет возможности да нет но мы приезжаем снова потеряевку ты трудился на трех прудах батюшку побудить чтобы купили мальков такой рыбы там карпа другой если вода у нас там поднимется то и следить за этим ну и ловить будешь где то есть опять возвращается на тоже мордушки что было не 2 а может быть 22 заботиться там плести не окончены и брошены то есть ты настоящий рыбак будешь тебе хочется это это обязательно потому что ты уже кормились приносишь дети будут есть у тебя внутреннее удовлетворение будет и ты делаешь как для господа забросьте с правой стороны господь рыбаков любил фактически он тоже был рыбак потому что по его повелению узнал где рыба и и прочее он забрасывает сеть как ян златоуз говорит обычно стоит человек на суше и забрасывает в море а христос на лодке на море забрасывает на сушу и ловит стоящих здесь рыбу эту это интересно дальше кашу для котов носить нужно по громче кашу для котов кашу для котов варил ты здесь нет нет а они едят неделю то у нас три кошки а кто варил володя понимаешь ты все на володе сбагрил володя но хорошо это ему варить то не надо ему только носить надо было туда носить надо только носить а ты бросил здесь надо вынести там прохладно чтобы она не прокисла в ней сережина остался этот собачий корм он оставил я говорю я его беру бери бери он говорит надо его искармливать у него срок годности где-то и помаленьку я добавляю это называю галушки ни разу не вспомнил тоже неладно то есть ты сбагрил все себя вот это трудился нескольких месяцев и ты разом за неделю все смел то есть тебе нужен контроль и строгий не дудинский дудиновщина тут не нужна это только в дудку он дует сейчас не знает я прочитаю ему 16 псалом чем он занимается определенно дальше телефон я звонил каждое утро 4 каждое утро звонил ты не спросил я скажу рядом вот на полке лежишь ты второй этаж плацкарта кверху там володина внизу лежу я ну и правильно мне трудно подниматься володя всегда там наверху был вот это у меня до гостей тут у меня священник нафанаил всегда спал гости приезжает видите когда приезжает ну вот ты звонил мне по телефону чтобы я не проспал в 4 40 утра так так тут нет в этом надобности я встаю раньше вас почему потому что я раньше ложусь я встаю раньше у меня свои дела тут и помолиться я приготовлюсь оденусь и стою у дверей жду когда увы зажгете телефон видно что мир я сразу включаю свет и быстро выхожу на улицу так так то есть я дверь не открывай на улицу почему вы спите я выйду а меня там хлопнули и вас тут захватили сонных этого не делать дверям не подходить где мы вместе находимся один ты как хочешь где-то у тебя дом будет и тогда не открывай вот от якорь открыл его сразу убили голову отрезал ему кришнаит и вокруг престола обошел и голову установил там а я ему говорю гена не открывай не открывай но и гнать и боится и гнать и боится и гнать и живой ты не боишься лежишь могиле что на месте где убил там теперь то у них в бараке была церковь убрали сейчас там какой-то память не хотят или мемориальный что-то ставит не знаю обелис какой-то прочитал дальше я попутам все чтобы другой раз не не сказать об этом тут размораживает рыбу если день не поздно надо смотреть чтобы размораживать смотреть где-то ты не можешь значит как спросишь сделать это значит речь шла за холодильники чтобы он зря не был включен на улице сейчас тепло надо включить сейчас на улице будет минусовая зачем включать когда у нас тут полки на полке поставил и все можно делать и это тебе остается для потерявки когда приедешь следить за этим если ты делаешь неправильно я с тебя это снимаю это обязанность ты стал все это по-другому делать и мне это не надо я тебя сразу снимаю с этой дальше следить за шторками внимательно шторки что это означает за шторками ну я смотрю как мы приехали рано приезжали с разъезда сойдем а потерявки нету и нам где-то надо найти копну и в нее зарыться а днем уже там уже лагерь начинаем образовывать но и приехали и как-то днем пошли туда на кладбище малина и у меня рукавичка потерялась но я и говорю посмотрите где рукавица почему кота развернули сюда вот эту это кто так сделал он вылазит уже с этой стороны это кто так сделал как ну вот и вылазит она была стоит а ты твоя работа а моя понят вот это вот тут ни разу не стоял и ты видишь с той стороны даже никогда не подумал что это можешь вывернуть кошка привыкла вот посмотри отойди маленький это к счастью и гляжу он оттуда вылазит зачем ты это сделал я с ней делал это специально сделал это не специально но ты каждый день видел что стоит так зачем ты переначал я не переначал точно не знал как ну я подвинул я не вращал просто взял подвинул как на место ну так ты видишь она не туда стоит да не видел я вот эта беда вся ты слепой я сейчас разговариваю тебя вот теперь на другой сторону да видно что там тряпочка прибита которая зашкрывает шторка посмотри сейчас где все закрывать шторка с какой стороны должна быть оттуда оттуда она до туда ты даже не произвольно вот это не произвольно у тебя на стереме на выворот и что ты перевернулась это естественно для тебя и даже не надо не обижаться ничего но она уже стоит стоит я живу здесь допустим 17 лет и ни разу на эту сторону не было ты неделю живешь и видишь ту сторону но сегодня утром развернул и и так зачем никогда не объяснить это какая-то особая тебя программа на выбор делать дальше убирать бумагу для пищи подожди мы не как оттуда шторки что значит смотреть на шторки вот я говорю посмотрите я рукавичку потерял но и посмотрите значит ходят они между могилами малину убирают там у нас потеряете так и рукависта то нету я иду рукавица лежит моя гляжу над ней стоит давид ну парень я говорю а что ж ты не сказал то но вы сказали посмотреть я подошел вижу лежит я стою смотрю не поднял ничего стал на рукавичку стоит смотрит верхонка но ты бы я посмотри то есть вы поглядите на и дальше это означает найдите и дайте знать или возьмите мне и принесите нету он встал и стоит смотрит у тебя вот это вот и есть здесь не буквализм ничего а просто наклониться надо сказать и маленькая мысль повернуть подачу на нашел дальше что дальше начать взять отдать хозяину библия говорит нашел вала потерянного верни хозяину это уже у вас запредельно далекая что означает шторки за шторки посмотри шторки чтобы не было силе нигде комарик чтобы носа не подсунул там двойная на уровне вот такой головы человеческой там 2 шторка идет две шторки должны быть намертво закрыты на всех окнах только тогда зажигать себе так да ты исполнял это ты же видел когда шторка вот настолько вас до низу не достает и все видать вот мы пришли к одной она теперь уже на пенсии на врач девчонка была хорошая девчонка мы пришли а мать ее она наша прихожанка зашли в комнату а у нее комната отдельная они на квартире живут и шторки вообще нету а почему шторки то нету наташ да никого там нету а там вот так вот проход сделан там во дворе дальше еще дом один она тут переодевается раздевается полностью открыто на первом этаже и никого нету нету я вышел трое ребят стоят на заборе и вот так смотрят туда а она то не видит тот находится во свете он не видит а его то видно почему богач видел говорит это авраам авраам его не видит почему потому что авраам во свете а богач притчи христом выведена евангелие от луки вот причина какая до откуда ребята стоят ребята 17 20 лет они стоят смотрят как у тебя тут стриптиз идет тебе это надо да никого не было тебе не надо знать шторки должны быть шторки я говорю газете труд была статья упырь он убивал людей целыми семействами так что вызвали воинскую часть и охраняли и наконец поймали его а как вы знали кого убить а шторок нет я вижу там сколько человек я подойду увижу и все залазил в окно окно открыто чтобы хорошо дышать было кирпичом убиваю мужа тихоря теперь со всеми расправляюсь а другой мужик придумал так с ружьем выходит сигнал хозяин только выходит он сразу на крысе его застрелил зашелся забрал ушел и подряд и стреляет тоже поймали упырь зачем вы упырям даете работу лишнюю ты сразу прям приди к нему скажи что я жить не хочу убей меня вот кирпич ему принесли заряди ружье ему уж дальше-то маленько можно шагнуть зачем житие святой доросиды во времена адриана так было тогда царская дочь христиане сами на себя заявляли я верующий чтобы получить венец от бога и они тогда сделали табличку разожгли доминые печи и сказали христиане избавьте нас от труда вас искать приходите в печь бросайтесь я не приходит и в печь залазит так что церковь специальную указ издала не делать этого то есть можно довести людей до чего угодно и все будут прославлять иосифа володского русского сталина церковного сталина дальше убирать бумагу для печки так за шторками закончим ты приехал сюда смотрел проверял каждый вечер три окна у нас ну так чтоб нет не проверял нигде не проверял и вторую шторку которая там не первую почему почему ты листик забыл и все прахом пошло как говорится капсу тебе это не надо бумажку твою эту не заставляю тебя носить не надо не надо значит оставайся в прежнем состоянии хорошая бумажка хорошая бумажка хорошая почему за шторками не смотрел неделю вам доверяю вы хорошо она молодец даже да ты хоть вы меня предупредил что я у тебя в подчинении теперь он мне доверяет я благодарю тебя за доверие наконец хоть я приехал начальник с украины я не то имел ввиду но я не знал даже как со шторками то быть хоть научи меня правильно то и теперь ты мне доверяешь все таки я вошел к тебе в доверие это молодец как вы никита благодарю брат дальше мы не так будешь смотреть нет может я тебе доверю я тебе доверил я тебе доверил буду буду а ты мне не доверял даже не сказал что ты доверил ты меня не предупредил еще я не в том смысле что доверяю как вы как будто подчиненный просто вы сами тут ориентируетесь хорошо я и все так тебя когда не было все что есть я все ориентировался ты посмотрел дядя игнати все делает это вообще не нужен понимаешь как хорошо ты рассудил ты почему раньше-то сама не встретился буду проверять шторки будешь проверять потихоньку подойти и чуть-чуть глянуть что только с улицы тебя не было видно дальше и свет не зажигать пока шторки не 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 опустишь и не сделаешь ты понял да иначе ты тебя сразу засекут еще что убирать бумагу для печки в отдельную коробку во избежание пожара тщательно вот она у нас печка тоже бумага лежала ты подбирала подбирал существенно подбирал как я подбирал там все время завалено бумагой было я подбирал зачем ты неправду говоришь подбирал не было ни одного момента чтобы ты здесь его подбирал там может быть какой-то все завалено бумагой теперь она в печке я его я ее убираю относительно шторок самые близкие люди никак к этому не привыкнут мы у сестры она кажется на третьем этаже я говорю почему шторок нет а дома так вот вот так идет и вот так вот она здесь а вот это здесь так а никого нету я же на третьем этаже я говорю выключить свет смотри внимательно вот рядом открытое окно и мужчина стоит на тебя смотрит понимаешь нет зачем тебе это нужно да и они дома у меня я говорю шторки должны быть закрыты ну ну замерзшие окна на окнах то сколько а у нас колонка перед окнами то я говорю выключай свет выключила свет шторку открывай смотри и вот так вот а вытаила а почему она вытаила нет ты сказала так теперь никого ночи нету смотри у колонки набирает двое и один смотрит на наше окно и мы как на картинке тебе это надо ты знаешь зачем написано остерегайтесь людей остерегайтесь людей евангелие от мотфея 10 глав 17 стих я поступаю по заповеди я живой когда где карман положил что нигде не прижимаясь у меня за всю жизнь копейки никто не украл уезжает ребята у меня они приезжали в лагерь я говорю ты зачем какой-то карман то здесь на задницу это никогда у русского человека не было кармана на заднице это америка придумала вас в манкуртами делает карман должен быть только здесь где-то рукой можешь держать ну не будешь ты держаться за задницу то он положил паспорт торчит доехал до сюда только паспорт украли там деньги деньги украли на вокзале сидит не поехать дальше ничего нельзя но я ж тебе говорил кажется вячеслав я тебе говорил ну а как теперь да откуда я знаю теперь ты ищи где кто взял тогда какого найдешь но все иди теперь работы где-то заработаешь паспорт выправлять теперь поешь казахстан свой все отдал а теперь начинает икру как говорится метать зачем это делать тебе надо было паспорт разъездных спроси любого милиционера и они говорят дверь должна быть на цепочке чужому не открывай смотри в глазок иди в милицию поучись как надо жизнь свою сохранять то вы жизнью играете чувство самосохранения нет у русского человека нет настороженности поэтому один какой-нибудь там мусульманин на войне вас десяток вниз головой свернет вы не предполагаете даже вот евгений родионов да они сидели там байки травили и взяли как цыплят жареных а тебя бы не взяли меня не взяли я всем это рассказываю вот я служил в ракетных войсках связи ну на дежурство надо выходить отвели на новый участок привезли это где-то там воинские части по разным сторонам стоят и у нас там склады и надо охранять у меня автомат все как положено где-то начальство говорит кто идет на дежурство их во время развода и говорят сегодня идете на дежурство поэтому после обеда вас на работу нельзя никуда брать вы обязаны отдохнуть ребята в это время играют что-то там шахматы дурят солдаты я ложусь спать я один ложился только спать днем почему ночью мне на вахте ты понимаешь нет какая разница вот первый раз меня привезли на объект я пошел вижу колючая проволока в одном месте прорвана я ее завязал посмотрел там они ведьма консервы или консервы все повесил на нижнюю чтобы они загремели я слышал хорошо вижу маленькая собачонка а у меня с собой взятая и ту же прикормил и стал искать склады проверил везде запломбировано надо найти место чтобы склады было видно и меня не видно было наконец нашел углубление себе сделал скрылся все выбиваю сто из ста я занимался стрельбой с детства не знает из предупредил когда будете идти вахту менять я не буду кричать кто первым делом я застрелил а потом буду кричать стой кто идет поэтому ко мне идете издалека кричите предупредите всех да ты 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 что я предупредил и вы знаете как я стреляю я положу на месте сразу вас почему потому что очень опасно ракетная часть предупредил пока я кричу меня определили меня убьют склады все остались ночью воли не на мою так они издалека идут и кричат мы идем вахта я вижу вижу все я тогда вышел проверка сразу отметили бдительность проходит время мне отпуск домой а ты чего то стоит да их четверо там было четверо да он бы пришел сначала а они эти чеченцы то на как бы на машине на рафике туда сюда ездили что примелькались и тут сразу заскочили в темноте и слышали 400 метров от части там где кричи крики то но ночью никто не пошел утром пришли ни одного нету нигде теперь голову только собирайте а я бы их как сделал а еще сидели байки про бак травили я знаю чем занимаются где-то а теперь ему святой а чтобы сделал четверо один остается здесь остальных распределил и не шевелиться с разных позиций что если они будут чтобы не с одной стороны они не могли скорость это я бы мальчищенцем зубы прочесал понял вот почему мне когда меня допрашивали кгбшники зная мою биографию говорю о игнатики значит вам бы только в наших органах работать бдительность внимание из органов я знаю какие люди выходят как у нас президент даже вышел я тебе это сынок говорю для того чтобы ты был внимательный что означает эти шторки и дальше бумагу для печки заговорились а ты не брал ее нет не трогал мы все вытираем приехали посуду мы не моем а только чистой бумагой вытили и все у нас стоит мы одни здесь у нас заразы никакой нету и бумагу бросаем к печке и надо подбирать и ведро ложи чтобы каждый не бегал это делал я будешь делать это буду чтобы ни одна бумажка не валялась в ведро а потом я сжигаю дальше печку за топлю я никому не доверяю этого святая вода в отдельную чашку каждому брать вот это ты кажется единственное что выполнял ты это делал все это важный момент захватил ты еще хлеб нарезать всегда чтобы был хлеб что делать хлеб хлеб нарезать но вчера принесли хлеб нам 1 щукина неонила пищут я и даю два мешка муки она мешок один себе другой нам печет хлеб прекрасный хлеб и покажи где и и вот она принесла часть сушит а часть вот вчера я его разрезал вот он какой какие она пампушки делает вот я их разрезаю и сразу положил сушить смотри что в кошки не залезли почему потому что несли в салофановых мешках много хлеба а другую другое остальное вот она все вот смотри здесь посмотри как она их там подсушивает вообще я сказал вчера это она тратит электричество значит тысячу надо дать ей сразу на электричество вы даже не подумали не говорите ты понял нет мы платим я сказал что я плачу я вам не надо об этом почему потому что у вас денег меньше моего это по совести по совести и вчера я сразу так и принесли хлеб почему ты его не разрезал не положил чтобы они заквасился голову не пришло даже в голову не пришло на счет он войдет когда ты это отбросил ты этот пункт уже вы выкинул а отсюда вывод такой я тебе больше этого не разрешаю мне это не надо хлеб слишком важный элемент нашей жизни этот пункт и только должен помнить в лагере здесь я тебе не доверяю мне достаточно один раз я тебя говорится с пихи не стало это моя работа будет но в деревне ты будешь это делать в лагере то есть давай на раздаче еды ну это не потом основа меня это ты делал ты готовил я тебя разрешил готовил то тебя я с этого снял почему снял там какой-то момент был там все не помню ну короче говоря ты самовольничать начал я тебя сразу убрал сказал оставляю только раздачу так то все все здесь остается это за тобой варит володя тебе не вернул прежняя твой ты не прошлафил сейчас снимаю сразу мне не надо это надо делать точно как есть у нас ой да рыжая моя да красавица вот смотри как вот она здесь место где скребет дивана не и скребут дивана нету а вот здесь она раз ее погладить я не смотрел как истощили то вот она выше а это уже выше это белый тут придумал а им это нравится вот так и она знает это приятно надо до конца вот здесь такие у нее нервные окончания все пошла ловить мышь мыша там поймала заскочила считай снова шалаш первое перед этим перед шалашом на раздаче еды на раздаче еды ты это делаешь нет нет понимаешь как а сидим рядом задним столом у нас тут никуда на кухне ты нет почему нет ну но если вы решили с володей поменяться без мое разрешение в этого не можете делать не можете потому что вы мама мои ближние но не хозяева вы снимали с него эту обязанность здесь там снимали нам раздавать снял да чтобы одновременно со стола мы сходили на работу мы спешили чтобы одновременно мы убегали на вот как ты сидишь дольше всех ну вот но здесь я тебе разрешаю потому что на работу мы не уходим рано и тут некуда идти так вот она как мне понравилось да я знаю ты молодец она библиотеке там дежурила год наверно всех мышей добила его садистом назвал бы сразу этот дудин то садист мыша поймала это садист воробья съел садист садист хозяин это не она отрезали вчера какие ролики то смотрели хорошие ласка за меня ласка зверек и как она ловит крысу тащит борьба садист так чайку она ловит а они смотрят стоят люди фотографируют и где звери там уничтожают друг друга в пустыне ловят львы это все садисты это уровень уровень развития отсюда вывод что за мной они ничего не имеют зачем вам дурью маялся то слово садист я уже объяснял где-то сегодня его ролики которые мои гадит ролики я буду поясню что это означает лихоимцы льстецы хвостом машет и лижет у всех кто выше их я никогда этого не делал и делать не буду я писал письма с этим патриархом в оон генеральным секретарем партии они от страха умирали тогда ой 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 еще будет еще не будет отсидел и вернулся остался человеком свобода совести а совесть это тот участок души некоторые не знать что такое совесть то есть это тот участок души участок не душа через который слышится голос божий люди сожженные в совести своей то есть этот участок замурованный это погибшие попутно говорить дальше шалаш утром открывать вечером закрывать здесь ты нет шалаша тебе не надо смотреть но ты спросил а что теперь как этот пункт заменить у нас есть где углярка и она должна быть закрыта и вечером веревочкой завязать замок мы не вешаем завязать и петелька и что-то приставить видно было утром открывали не открывали потому что ворует 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 по-другому смотри это делал я и внизу там такая которая за крышкой все сделал брать подальше чтобы лишнее не утащили залазит дрова ворует там могут уголь что угодно я веревочка завяжу я сразу вижу зимой видно свет куда потащили у меня надежда васильевна не знаю почему она мне не сказала рядом недалеко здесь метров пятьдесят может быть даже меньше ну 50 метров колонка и она колонку протянула шланг и себя здесь над наливает в бочку что-то у нее не течет вода она выскочила а шланга то и нету я сразу туда закричала шланга у меня нет а утро ранее ранее счет сумерки прямо где-то я вышел а кто шел сорвал он тащит а и шланга то вода и и он через два дома зашел вот здесь вот и завернул туда и туда идет я сразу туда а там цыгане а парень этот я не знаю где он теперь и не отдали но я что но не отдали не отдали милиция пришла еще они с ними там балагурят стоят я вижу что ничего не будет тогда их предупредил смотрите вы это взяли у человека у верующего у меня лишнего ничего нету вы делаете неправильно и парень то ли посадили или где уже его не вижу не вижу даже давным-давно и все он шел с ночных там где-то похождение где-то счета видом не достал в то время шланг рванул и домой но где он соседу продать его смотреть надо не оставлять без присмотра а стоял бы я там если около колонки то он бы не взял и шланга не было все поливать нечего и поливать нечего ну и засохла все и пропало уехали прочитаю еще этот пункт шалаш утром открывать вечером закрываю говорю о сарае сарай и только один а другие проверять закрытый на замок или нет у нас склады это углярка дрова на дровах ты уже таскал не колол сереже из рук из колол обычно володя тут делает все а приедешь будешь шалаш открывать закрывать тебе не трудно давай дальше то есть веревочкой завязывать узелок и петельку чтобы каждый раз было в темноте не видно он подергать он даже не поймет что такое то это может задержать ворта тоже приходит чтобы ему ноги унести давай кошачий туалет ну это для серого то туалет туалет серого нужно было ментам менять каждый пару дней у овечек это у кошек ну серого кота-то ну да серого котика у кошек у нас это делай когда в тамбур все не отпускаем кошку и там земля есть ты за этим должен смотреть а где зимой в рай до зимой мы туда не упускаем поднимаем наверх а там земля засыпана они охраняют зерно у меня там семечки и вот ну а здесь они под пол лазит вот откуда сейчас разговор шел ну а там остается в силе когда кота арестовываем за что-то вот сидит обычно в дыру вышел и ушел и давай ведь сейчас этому белый который хулиган то бьет этого серого ему что-то сделал там и туда ходит там кормит его нельзя никак он этого обижает и куда девать у него уши будут отморожены он погиб код что делать его взять никуда нельзя моих бьет для я думаю их на вместе они же вон в том году также было потом он знаю видите надо как-то сказать дать чтобы он забрал его туда может быть вместе они будут жить дальше мы пошли тут нравственная чисто ответ ну давай нравственно нигде не оригинальничать указание выполнять точно и переспрашивать выполняешь точно ну никак ты их не выполняешь ты просто бросил значит ты не нарушила то точно не выполнял а никак не выполнял это означает плевал я на ваши указания хорошо это или нет 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 и хорошо я это для чего тебя терзают с раннего утра для чего для пользы то мы польза чтоб ты другим был ну дальше нигде не стоять праздно что находится рядом и пределах видимости касается меня я списти ты стоишь где-то кто-то что-то несет чтобы ты везде был как огонек чтобы минуты твои руки зря не не стояли что-то считал местописание заучивал то есть это время в движении коротенькую жизнь надо наполнить энергией не космос там энергии глупости просто чувствовать ответственный ты не сквозняк тебе нравится это нравится все прочитал нет давай ну вот тут тоже не считать себя посторонним где нахожусь поддерживать порядок поддерживать порядок ты не посторонний раз ты ночуешь ты как хозяин должен смотреть убрать поднять спросить чтобы тебя все время чувствовала что ты здесь не не сквозняк все читать ежедневно читать ежедневно хранить разных местах и в архиве вот этого читать переписал на несколько раз переписал давние 3 3 значит и все забросил в один день даже это не помогло как все я обдумал чтобы тебя вывести из этого состояния стагнации застоя гниения и ничего мне не получается ты по совести скажи щетка ты хочешь быть другим начинай даже с этого память развить хочу помолимся господи слава тебе нет иного бога кроме тебя хвала тебе честь и поклонение отец сын и святой дух поклон должен быть такой чтобы рука пол могла достать вот так доставать не надо но проверить себя молись своими словами господи боже мой даруй мне добрую память совесть желание измениться и иметь жажду жизни интересной наполненной смыслом благослови меня господи на это поприще работа над собой тебе слава отец и святой дух аминь отец и сын и святой дух аминь так прошу нигде не мудрствовать в религиозных вопросах четко придерживаться никео цареградского символа и чему учат нас святая библия святые каноны святые отцы мы православные и никаких суи мудрей чтобы этого не было я вчера почитал еще у кочеткова там есть уй-ой-ой ай-ай-ай я одному задал вопрос а чего их заносит а всех этих бердяевых и прочих павла флоренского даже о вакуума еще открыто но почему дальше то зачем они начали что-то совершенно никуда не годится уже четвертое лицо троицы а христе там свою мудрствует нам нельзя этого делать мы православные мы четко должны придерживаться этого символа и канонов церковных никакой глупой экономии не должно быть экономия церковь уже предусмотрела если искренне каяться со слезами то уменьшается на одну треть срок и пяти месяцев женщина обордела 10 лет а одну треть одну треть это означает может срок даже у нее уменьшится но не ниже шести лет они так что 40 поклонов 5 дней делает и свободно новый абор делай чтобы не надо нам это не ничего вот они нападают на меня священники то нападает по глупости и почему я скажу дай капсалтырь вот мы сегодня читали на молитве где он у нас но открывай шестнадцатый салон ну вот здесь то считаю отсюда смотри как считай с 8 стиха храни меня как зеницу ока тени крыл твоих укрой меня от лица нечестивых нападающих на меня вот на меня нападает это нечестивые люди нечестивые этом священник или кто-то совершенно не оправданно ничего не дает у них никаких данных против меня не нету то есть он боится архиерея и теперь а ты патриарха вот там то другое я сказал я за это отвечаю он след за себя заступится если я его оскорбил подаст суд мне не надо лицемер это лицемеры дальше от врагов души моей окружающих меня они заключились в туке своем надменно говорят устами своими что такое в туке своем ну тук это жир водик жир они жирные пузатые срамные смотреть невозможно дальше на всяком шагу нашим ныне окружают нас они устремили глаза свои чтобы низложить меня на землю нет ему спасения в боге считаем второй псалм они криком кричат они богохульствуют берут суд божий еще суда божия нету они у них нет ничего того что в моей биографии было нету они этого не знают вот кирилл игумен на берстеневке там 300 метров или 200 от храма христа спасителя игумен сахаров он это увидел я приходил обличал настоятеля он не проповедует народ ничего не знает и гнать и выходит во дворе и стоит часами плачет часами плачет у меня мокрая земля от слез и это в церковной ограде при в советское время меня не за что арестовать и пробил господь слезами они начали проповедовать ну может ли он показать это дудин или кто-то да он не знает этого даже что такое слезы это молитва он бы сейчас плакал и рыдал за все гадости которые он тут выставляет и говорит но это все обращу к ним он зализывать будет я поясню что ничего нету что он выдумывает нету и везде берет я голубем голову режу ой-ой-ой садизм кровью заливает и все это лишенный разума человек тяжко больной и что может я каждый день молюсь и вы знаете я выпрашиваю бога ему квартиру квартиры нету мое-то отношение к нему не меняется я просто страдаю о нем часами плачет не минутами часами и гнать и в церковной ограде плачет вот найдите еще где это такое было ты можешь это сделать это невозможно на себя взять это бог дает дает сокрушение о гибели народа а кастра с катастрофическом положении в церкви духовно развален как патриарх кирилл сказал и бог дает слезы и где патриаршие храмы где я иду иду и плачу видя все что они сделали лютые волки не щадящие стадо которые говорят привратно чтоб только улечь за собою деяние апостола 20 глава 29 стих и дальше они подобны льву жаждащему добычи подобны скину сидящему в местах скрытных вот они спрятались под разными никами обличить или гнать и до кого-то обличать можешь то у тебя уважение ни к старшим никому нету вообще не понимает этого даже он поп и перед ним склонись ты раньше время рукоположен ты никто ты нарушил апостольское вселенское правило выше христа залез христос раньше 30 лет не вышел на проповедь дальше восстань господи предупреди их не изложи их избавь душу мою от нечестивого мечом твоим вот что я считаю сегодня утром считали кто считал володя это ну мы попеременно считаете дальше от людей рукой твоею господи от людей мира которых удел в этой жизни они только здесь в этой жизни удел они не знают выкатились от жира глаза их говорят свысока над всем издеваются язык их расхаживает по земле вот это все как раз есть я за ними не гоняюсь его жизнь не знаю я общее говорю общее что священство не заботится и об этом говорит патриарх патриарх сегодняшний уже неоднократно говорил алексей каких бандитов на принимали в церковь так вы же их принимали раньше времени рукополагаете они не крещеные ладошкой у него даже обливания нет он даже не обливанец а то же с великой натяжкой со смирением я признаю его благодатным и подхожу это знаете песня поется она поет пустомели что ты мой пустомели и зачем ты плетешься опять глаза бы мои на тебя не смотрели но сердцу нельзя приказать и что дальше которых чрева володя но как они смотрел вот они как с котиком любуются ну-ка володя покажи вот они как вот она как вот любовь какая у садистов то это вот садист самый котя тебя обзывает тут один поп у тебя выгонит а причащать все бы это будет подряд всех еще что которых чрева ты наполняешь из сокровищниц твоих то есть это бог им дает они этого даже не понимают они думают за свечки бог дает им сыновья их сыты и оставит остаток детям своим вот так достатки живут не бедствует заплаты не будут пришивать как ты а я в правде буду взирать на лицо твоем ну понятно пробудившись буду насыщаться образом твоим все образом его образом не на иконах их тогда не было а справедливостью божией буду радоваться вот мы немножко договорились ты помолился помню о чем ты молился написано не искушайте бога в молитве бодрствуйте в молитвах бодрствовать это означает постоянно помнить о чем ты молился и говорить молиться надо учить первую очередь начиная с патриарха все это не не это представление которое не ходят друг за другом выставляет шлейф там несут пять метров за ним как за английской королевой а нужно идти посох не просто палочка я архивею это в глаза говорю а прямо идти быстро ну больной опирайся от собак отбиться больше ни для чего вам не нужен все пока во славу божию урок окончен сегодняшний вот она